Место похода в детский сад, игры на площадке, вместо воспитателей – мамы. Этому юному футболисту из Левобережного уже исполнилось три года. Но в детский сад он не ходит. На весь новый микрорайон ни одного дошкольного учреждения. А возить далеко. Проблемы женщины делятся с губернатором. Стоять не ходите? Нет. Ждем. Сейчас одного отправим, а вторые подрастут. Вы занимаетесь детьми? У нас уже трое, поэтому все. В принципе, план сделала. У вас сколько? Ну, давайте третьего делайте, а мы будем садик делать. Договорились? Подумаем. Всего в нескольких метрах от детской площадки кипит работа. Здесь в марте достроят долгожданный детский сад. Первый из двух запланированных. О проекте Алексею Дюмину рассказывает застройщик. К работам он приступил в этом месяце. За лето должен возвести коробку, чтобы потом приступить к внутренним работам. Задать объект планируют в марте следующего года. Затем передача здания городской администрации. И в сентябре 2018-го дошкольное учреждение должно принять первых воспитанников. Максимальная вместимость – 200 детей. По строкам у нас полная уверенность есть, что мы в строке укладываемся. Ну, 3000 метров построить за такой срок – без проблем. Хорошо. Здесь живут молодые, активные наши жители, которые проблемы демографического тренда решают. Бестепенно количество малышей прибавляется. Поэтому очень важно и необходимо. Этот объект очень должен, и он очень востребован. С востока на юг в микрорайоне «Зеленстрой-2» сейчас возводят новую школу. Первую за последние 10 лет. В ней будут учиться 600 ребят. На площадку среди многоэтажек строители зашли прошлой осенью. И теперь в две смены трудится больше ста человек. Школа новая будет переменной этажности. Два-три этажа из кирпича. Школа будет очень теплая, светлая, много остекления, скатная крыша с хорошими стадионами. С двумя стадионами. Один футбольный стадион и один стадион баскетбольный. И площадка для занятий фитнесом. Строительство идет с опережением. Сейчас заканчивает нулевой уровень. Завершить коробку здания должны к концу июля сдать объект к первому ноября. Я хочу, чтобы мы с вами не подвели граждан «Зеленстрой-2». Район строится, расширяется. И этот объект до конца года здесь должен быть. И он необходим в Туле, необходим в нашей области. Задача, которая сейчас стоит перед областным правительством – ликвидация в области второй смены. Для этого и строят новые школы. В планах возведение объектов. В Донском, Богородицке и Узловой. Екатерина Старцева, Вадим Роженков, Первый Тульский.